Здравствуйте, это Антидот. Главная мечта доброй половины украинских политиков – попасть в Евросоюз. Сделать это как можно быстрее и во что бы то ни было. Для ее осуществления они готовы на все – исполнять любые приказы западных эмиссаров, проводить какие угодно реформы, согласовывать с ними изменения в законодательстве, даже идущие в разрез Конституции Украины, подписывать не просто невыгодное, но и откровенно опасное с экономической точки зрения соглашение об ассоциации. Делается это, как они утверждают, не корысти ради, а исключительно для блага державы, для того, чтобы наша страна вышла наконец из затяжного экономического кризиса, окончательно попрощалась с проклятым, по их мнению, советским прошлым и, наконец, зажила хорошо, сытно, комфортно и весело. Всех, кто ставит под сомнение этот евромандраж и указывает на реальные проблемы, которые возникнут у Украины в результате форсированной интеграции с ЕС, европришибленные, тут же обвиняют в том, что те продались в Москве. И на этом разговор, как правило, заканчивается, но не для нас. Именно поэтому о том, к чему приводит реальная, а не сказочная евроинтеграция, сегодня мы будем говорить не абстрактно, а на примере конкретной страны, Болгарии, которая с 2007 года полноправный член Европейского Союза. Житель Болгарии Димитр Здравков призывает всех желающих узнать, как на самом деле живется Болгария в Европейском Союзе, приехать в его страну. Только не на отдых, чтобы ходить по набережной от ресторана к ресторану. Это всего лишь гламурная маска, парадный фасад. Возвращаешься ты домой вечером, включаешь телевизор и видишь одни и те же идиотские шоу и бесконечные отупляющие турецкие сериалы с перерывами на рекламу. Рекламу смотреть хорошо, идет реклама красивой жизни, идет реклама Евросоюза, все счастливы, у всех радостные лица. Заканчивается реклама, ты оглядываешься по сторонам и видишь, что все опять то же, те же мрачные стены, те же люди вокруг, а счастливая жизнь где-то далеко не достать. Кажется, вот оно, достать рукой, можно купить машину, залить полный бак бензина и рвануть на Средиземноморье, в Италию, в Испанию только захотеть. Вот только средняя зарплата твоя 300 евро, из которых 100-150 коммуналка и даже если есть у тебя машина, одной заправки на такие деньги не хватит далеко уехать. Да, мы вошли в Евросоюз, только Евросоюз не вошел в нас, отмечает Дмитрий Здравков. У нас осталось то же самое коррумпированное правительство, те же самые продажные чиновники, помноженные на жесткие нормативы, правила, методики Евросоюза. Мы оказались уничтожены, раздавлены Евросоюзом. Да, они выдают нам какие-то транши на развитие, но куда деваются эти деньги, никто не знает. Все оседает по карманам чиновников и даже если куда-то доходит, то только под своих и на свои проекты. Если у тебя нет крыши в госадминистрации, твой бизнес обречен. Бездарное правительство набрало кредитов у МВФ, который начал диктовать свою новую экономическую политику. Были навязаны жесткие условия, которые в итоге разрушили экономику страны. Методично сначала была уничтожена вся индустрия, за бесценок приватизировано все, что только можно и порезано на металлолом. Полностью уничтожено все сельское хозяйство. Да, нам разрешили заниматься животноводством, но поставили свои мизерные закупочные цены, которые нас разорили. И так во всем. Страна целиком зависит от импорта. Разрушена система высшего образования. Наплодилась масса нерейтинговых вузов, которые за мзду выдают дипломы о высшем образовании. Все, что мы можем предложить на экспорт, это только дешевую, неквалифицированную рабочую силу. В Болгарии катастрофическая демографическая ситуация. Население упало с 9 миллионов до 7. Это страшнее любого геноцида. Молодые пары перестали рожать детей. Кто может, уезжает. Идет разрыв поколений. Огромное количество людей работает на Западе. Детей растят дедушки и бабушки. Дети не видят родителей. Вот цена, которую Болгария заплатила за Евросоюз. Мы хотели другой жизни, но не такой. Нас жестоко обманули. Нас втянули в этот Евросоюз, не спрашивая людей. Нас поливают западной пропагандой. Мы надеялись, что вступив в Евросоюз, жить станет легче. Нет, жить легче нам не стало. Жить стало просто невыносимо. Дарья Асламова в статье «Болгария. Как вы там без нас, братья славяне» отмечает, что этой зимой в стране случилась просто эпидемия самосожжений. Шесть болгар добровольно расстались с жизнью таким мучительным способом. Самым известным был, пожалуй, случай с общественным деятелем Пламеном Гарановым, который превратил себя в живой факел перед мэрией города Варна 20 февраля этого года. Этот случай вывел на улицы около 50 тысяч болгар, которые протестовали против чудовищного ухудшения материального положения в стране. В результате либерализации цен на услуги ЖКХ с начала этого года болгарские пенсионеры получили счета за электроэнергию, которые были вдвое выше их пенсий. Болгария – страна с теплым климатом, часто в квартирах нет батареи топления вовсе, а в случае холодов люди используют электрические обогреватели. Но при таких ценах на электричество для многих это стало невозможным. Десятки тысяч вышли на улицы в знак протеста против новых цен на электроэнергию. Электрическая революция стала следствием полного разгрома энергетической отрасли демократами. Основу болгарской энергетики составляли три ТЭЦ-системы – Марица-Восток и атомная электростанция Козлодой. Все построено советскими специалистами. В 2001 году болгарское правительство передало ТЭЦ «Марица-Восток-1» и «Марица-Восток-3» неизвестным американским компаниям, причем государство обязалось выкупать у них всю производимую электроэнергию по сверхвысоким ценам в течение последующих 15 лет. Под давлением штатов после демократизации был закрыт проект второй атомной АЭС Беллини. А затем на переговорах о вступлении в ЕС в стране было поставлено условие закрытия и действующей электростанции Козлодой. Эта атомная электростанция давала стране дешевую электроэнергию и работала без каких-либо нареканий. Ни одна из многочисленных зарубежных комиссий так и не смогла выявить никаких нарушений. Но политика взяла верх. Четыре блока из шести остановлены, и теперь Болгария в соответствии с предписаниями Европейского Союза вынуждена покупать зеленую электроэнергию по цене в 10 раз выше той, по которой была электроэнергия на Козлодой. Когда холодильник пусто, а в квартире холод, рассказы по телевизору о европейских демократических ценностях уже не воспринимаются. Характерный факт. Самый рейтинговый болгарский телеканал БТВ перешел в собственность американской компании сразу после развала социалистической системы. Летом болгарам легче, не нужно отапливать жилища, кроме того спасают огороды. У многих горожан родственники в селе, которые и помогают прокормиться овощами. Но с началом осенних холодов ситуация вновь будет обостряться. На ранее промышленном севере Болгарии безработица сейчас составляет 60%. Страна стремительно стареет. Молодежь, видя безвыходной ситуации, массово эмигрирует. За постсоветские годы из 9 миллионов 2 миллиона уже покинули страну. Там есть даже анекдот. У Болгарии есть только два выхода из кризиса – терминал А и терминал Б. По уровню рождаемости Болгария вышла на показатели годов Второй мировой войны. Да и этот показатель дает в основном миллионная цыганская диаспора. По мнению некоторых болгарских публицистов, сейчас в стране ситуация даже хуже, чем во времена 500-летней турецкой оккупации. Если тогда Болгар объединяла национально-освободительная идея, то сейчас падение уровня жизни сопровождается моральным разложением общества. В советские времена между Болгарией и Советским Союзом сложились де-факто колониальные отношения. Вот только колонией добровольно стал Союз, а митрополия – Болгария, которой был гарантирован рынок сбыта для любых ее товаров и которая в обмен на лояльность получала почти бесплатно любое стратегическое сырье. В стране 86% промышленности было ориентировано на экспорт в СССР и после предательства Горбачева ее экономика полностью обанкротилась. Теперь она лежит в руинах и никто из европейских партнеров ее восстанавливать не собирается. В Болгарии и других постсоветских странах стали внедрять бесчеловечную теорию экономического дарвинизма. Ее суть заключается в отказе от любых форм финансирования государством, социальных программ и вообще перевод современного цивилизованного общества в режим дикого естественного отбора. Такой подход государственной экономики был категорически неприемлем в странах Западной Европы и США, но наивным новым европейцам рассказали, что только так можно построить общество всеобщего благоденствия. Был даже придуман специальный термин – шоковая терапия. В Болгарии подобные эксперименты проводил известный праворадикальный экономист Ричард Ран из Вашингтона. Болгары вместе с другими славянскими народами стали, по сути, лабораторными мышами для право-консервативной экономической утопии. В 2001 году премьер-министром Болгарии был избран немец, выпускник Американского военного колледжа Симеон Саксон Кобург-Готский. В годы его правления была развернута массовая распродажа Болгарии. Также одним из первых он провел закон о реституции, благодаря которому переоформил на себя дворец в столице и обширные земельные владения. Электрораспределительные сети были выкуплены чешскими, австрийскими и немецкими компаниями. Горводоканалы были приватизированы и перешли французским компаниям. Добыча медной руды отошла бельгийцам. В Болгарии имеется золотой рудник – челопечь. Он был продан компанией, которая зарегистрирована в Канаде за 2 миллиона долларов. Сейчас страна получает 2% от добытого золота, но при этом правительство не знает и не имеет права выяснить, сколько именно золота добывается на руднике. В начале 2000-х годов Болгария демонстрировала высокий рост ВВП. Но он формировался не за счет создания прибавочной стоимости, а за счет массовой распродажи национальных активов. Все экономические исследования правительства теперь заказывают западным неправительственным организациям. В результате к 2013 году количество рабочих мест в стране сократилось на 60%. Уничтожено и болгарское сельское хозяйство. Если раньше страна экспортировала в Советский Союз огромное количество консервированных овощей, то теперь сами болгары едят турецкие помидоры, голландский перец, китайский лук и французский картофель. В аграрной стране экспортируется 80% овощей и фруктов. Не правда ли, очень похоже на реалии современной Украины? А ведь мы еще даже не вступили в Евросоюз. Болгарские политики обожают разрезать ленточки, открывая очередной торгово-развлекательный центр и рассказывать при этом о каких-то рабочих местах. Но это просто точки вытекания капитала за рубеж и не более того. Болгарская продукция сельского хозяйства хоть натуральная и более качественная, но она не конкурентоспособна на рынке Европейского Союза, поскольку западноевропейские фермеры получают субсидии. Но после вступления в Евросоюз какие-либо протекционистские меры в отношении национального сельхозпроизводителя запрещены. Думаете, болгары сейчас проклинают тот день, когда вступили в Евросоюз? Ничего подобного. Во всех своих бедах многие обвиняют Россию. В стране раздувается настоящая русофобская истерия при помощи многочисленных неправительственных организаций, существующих на американские гранты. Они без устали объясняют болгарам, что всему виной имперская политика России на Балканах и энергетическая зависимость от России. Характерной особенностью всех этих неправительственных организаций является то, что они непременно имеют в своих названиях слово «демократический». Несмотря на то, что каждая из таких НПО формально является независимой, координация их деятельности прекрасно налажена из единого и, конечно же, зарубежного центра. Отсюда даже заведомо выигрышные для Болгарии проекты вроде «Южного потока» или «Новой атомной электростанции» подвергаются массированной дискредитации независимых СМИ. О таком светлом будущем мечтает Украина. В таких «преобразованиях» нуждается наша страна. Неужели известная поговорка про то, что на своих ошибках учатся только дураки – это про нас? И не пора ли, наконец, понять все эти россказни про чудодейственный евровыбор – сказки для дурачков? Те самые грабли, на которые мы начали наступать, еще при Горбачеве и не можем остановиться до сих пор. А для того, чтобы хорошо жить, надо не куда-то там вступать и надеяться на импортную халяву, а элементарно много и плодотворно работать, поднимать свою промышленность, развивать сельское хозяйство, учиться, наконец. А не хлистать пиво круглые сутки и молиться на Евросоюз, который придет и тут же сделает нам красиво.